Ну что, Александр Персик, Хасанский, это заметьте, это не мне написано письмо. Это я, прислали, кто-то где-то прочитал. Персик Хасанский черенком на прививку дал мне хорошо знакомый садовод. Он когда-то брал железо маленьким саженцем. Я прививки персика сделал на ветке в крону сеянца от косточки гибридной лучи сорта шатер. Видите, как уже получается через голову процесс пошел. Черенки Абрикосов мне отдавал когда-то известный садовод, опытник нашей Нижегородской области из Лукьяновка, Свирин Михаил Васильевич. Жаль, его не стало. Вы знаете, я со Свирином был знаком. Мы переписывались, мы обменивались. Дар Небес это от него я получил. Черешню Нижегородской, кажется, от него. И сам кое-что ему переслал. И вот сегодня девятый день. Но это когда было письмо? Значит, еще одного потеряли. Это уровень Латинкова, это уровень такой, знаете, как сказать. Прививки сортовых абрикосов, сделанных кроме жарделей Нижнего Яра за ветвей. Верхушки всегда оставляя непривитыми до плодоношения. Видели, как интересно? Бывает так, что на верхушке, внимание, я любую информацию потребляю. Бывает так, что на верхушке гибрид, сеянец, плоды по величине вкус высочия превосходят многие известные сорта в нашей средней полосе. Штамп без подоприваний. А если плоды на вершинке оказались неахты, их можно вырезать или привить. Нужно пробовать, испытать и вести отбор форм. А это уже селекция. Такой абрикос гибрид у меня уже есть. Назвал и любимец горелого. Это для того, чтобы было известно происходение и не создавало путаницы. Итак, путешествие сортов. Вот я это самое, горелого, не горелого, а свириного. А от свирина получил. Видите как? Вот. От свирина. Вот это вот. И вот горелого демонстрирует. В сентябре 2020 года. Можно сказать, не мне, а где-то в сетях персики, выращенные из привитого персикового дерева, хасанский. Происхождение от железного. Видели? Здорово. Вот. То есть процесс пошел. Я буду, я гожусь всегда вот этим, что у истоков, где стою именно я. Вот. Ну, вот эту фотографию я хотел покритиковать. Ну, вот присылся, я говорю, посмотрите, как замечательно. Я говорю, ага, замечательно. Абрикосы не видно, вон. В центре торчит. Ну, разве так можно? Ведь и так, если вот так вот все лето, но с апреля же. Пройдет дождь, и там всегда все лето будет сыро. Неделю подсохнет, опять дождь, неделю подсохнет, а потом снег выпадет. И прощай, мои абрикосы. Считайте, что я покритиковал. Что надо делать? Ничего выдергивать не надо. Нужно взять косу, и всю эту красоту надо будет скосить. На ее месте, хотите вы не хотите выросить, такой же днем, как и вот тут вокруг. Видите? Вот. Постепенно. И никаких больше этих самых окорнений. Это красота мир не спасет.